Точка В делит отрезок АС в отношении 2 к 1. То есть АВ разделить на ВС это 2. Точка В делит АВ в отношении... В каком отношении делит точка В отрезок АС? АД к ВДС равно очень. Господа, я точно помню, что на прошлом занятии мы с вами нарисовали и эту картинку, и эту картинку. Поэтому я, разумеется, сейчас делать не буду. Пожалуйста, кто-то из вас выйдите и нарисуйте. Как это выглядит, если отрезок поделен в отношении 2 к 1? Отрезок АС разделен в отношении 2 к 1. Очень понятно, в чем смысл этого. Это как бы считаете, что это по прямой? Ну, хорошо, хорошо, да. Итак, точка А, да, ух ты, давайте. Раз, два, три, четыре, В. В принципе, это правда. То есть 4 к 2. Но, конечно, можно было все это нарисовать гораздо проще. Во-первых, вот это вам вообще было не нужно. Правда? А во-вторых, можно было взять не 4 к 2, а что? Конечно. Можно было просто взять, отсчитать 2 клеточки. Давайте посмотрим. Отсчитать 2 клеточки и нарисовать, что вот здесь у меня стоит точка А, здесь стоит точка В, вот здесь стоит точка С. Отлично. Кто пойдет нарисовать вторую картинку? Когда 3 к 2? 6 клеточек, да. Дальше. Итак, А, Д это 6 клеточек, а Д, В это будет сколько? 4 клеточки. Ну, опять, формально говоря, вы правы. Действительно, одна. Можно было нарисовать 3 к 2? 3 к 2, конечно. То есть, что такое 3 к 2? Давайте еще раз соображим. 1 клеточка, 2, 3, 4 и 5. Вот здесь вот поставим точку А, здесь поставим точку Д, здесь поставим точку Д. Господа, это же, собственно говоря, написано 2. Это 2 к 1. Значит, вот здесь вот у меня 2, здесь у меня что? 1. 1. Написано 3 к 2. Значит, так и рисуем, 3 к 2. Вот если бы здесь были какие-то более хитрые числа, то надо было бы что-то придумывать. А так мы могли просто взять вот в точности эти числа и нарисовать. Отлично. Теперь вспоминаем вопрос задачи. В каком отношении отрезок А, С делит точка Д? Значит, нужно совместить эти две картинки. А точку Б? Где точка Б? Вот здесь. Спасибо. Спасибо за исправление. Значит, нужно суметь нарисовать вот эту картинку в каком-то смысле вот сюда. Согласны? Отлично. А не правда можно было, как это у меня нарисовано? Давайте я на отдельной картинке покажу, как в принципе это можно было сделать. Смотрите, берешь точку А, откладываешь, смотрите как, один отрезок, да, второй отрезок и такой же отрезок, вот эта точка С. А дальше, внимание, рисуешь вот здесь вот пять отрезков одинаковой длины, естественно, параллельно. Раз, два, три, четыре, пять. Нарисовал. И после этого, смотрите, что сделаешь. Вот здесь вот как бы тоже А и В, но только фотографии следят другие, да, такие копии. А дальше делаешь просто. Проводишь вот так. Проводишь вот так. Поняли, где? И дальше что делаешь? Посередине. А две точки проводишь сюда. Так что вообще-то я вам все показал. Единственная проблема вот этой картинки состоит в том, что она не по клеточкам. А нам хочется, чтобы все было в точности по клеточкам. Что разумно сделать для того, чтобы вот этот отрезок хорошо бы разместился на эту? Можно считать, что все 7 клеточек не нужно 7 отрезок. Ну, а толпы-то есть посчитать же. Еще раз, пойми, в принципе, надо сделать вот так. В принципе, надо сделать что-то такое. Только здесь не попадает в точности. Вот здесь у меня вот одна клеточка, вторая, третья. А здесь попало, мне нужно понять, а как это понять? Слушайте, а вы не учили, что бывают метры, бывают сантиметры, миллиметры, дециметры. Есть такая замечательная штука, может, вы слышали, нанометры. Кто-нибудь помнишь, что такое нанометры? Нанометры, это какая доля метра? Неверно. Да? Совершенно верно. Нанометры, это одна миллиардная часть метра. Совсем маленьких отрезочек. Ну, я, может, конечно, еще меньше, чтобы придумать. А это меньше миллиметра? Это в миллион раз меньше миллиметра. Не просто меньше, а в миллион раз меньше. Так вот, ребята, нам не нужны, конечно, нанометры. Но взять и в несколько раз изменить масштаб, это мы имеем право. Подумайте, пожалуйста, вот когда у меня нарисована вот эта вот картинка, отрезок, отрезок и отрезок, три отрезка одинаковой длины. Что я могу сделать, чтобы было более подробно? Нужно нарисовать смешу А и В20, ВС, 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 ВС? Можно. На самом деле даже не обязательно 20. То есть вы правы, этого бы хватило. Если бы здесь взять 10, 10, 10, этого бы хватило. Но на самом деле, смотрите, что вы делаете. Здесь у нас сколько всего клеточек? Пять. Поэтому на самом деле все будет замечательно, если вы возьмете и каждый вот из этих отрезков разделите на 5 равных частей. Давайте я нарисую, как что у нас будет. Итак, вот прямая. Поехали ставить одинаковые отрезки. Раз, два, три, четыре, пять. Это у меня будет вот эта вот точка. Если у меня вот эта клеточка, это вот здесь вот две, три таких клеточки, это раз, два, три, шесть. Значит, я могу преспокойненько поставить точку D вот сюда. Почему? Потому что получилось шесть клеточек, а здесь получилось четыре. И здесь, соответственно, получилось сколько? Пять. Так вот, давайте окончательно поймем, что у нас. Два к одному. Это то же самое, что десять к пяти. Отлично. Три к двум уже написано. Это то же самое, что шесть к четырю. Так, все поняли? Да. Все поняли. Молодцы. Таким образом, у нас получилась картинка. И теперь очень легко сказать, сколько же будет АД к ДЦ. Ну, сколько будет? Шесть к четыре плюс пять. Это сколько? Шесть к девяти. Шесть разделить на четыре плюс пять. Это шесть к девяти. Да и кто помнит основное свойство дроби? Шесть к девяти это то же самое, что? Шесть к девятых. Нет, шесть к девятых я понимаю. Можно и так записать. Это конечно. А можно ли это как-то упростить? Да, что? Один к трём. Ну, один к трём это просто неправда. Потому что один к трём это то же самое, что три к девяти. Это только не три к двум, а? Два к трём. Молодцы. Итак, мы решили задачу. Отношение. Это две трети. Два к трём.